МЫЛЬНИКОВ Вот я должен был поставить цифры А теперь представим себе Что я бы поставил цифры Он бы меня послал Потому что я должен был поставить цифры Абрикосы с яблонями А двух Нет, даже не так Метров 8 Ябрикос с грушами Абрикосы с левями Метров 6-5 И что На паре соток много он разместит Мой принцип другой Помните, я говорю Как бы мне рябинья к дубу перебраться Вот сейчас чуть ниже поймете О чем речь идет Дело в том, что Реальность такова Берем, значит, один край Это мой сад Бывший питомник Почти любое дерево Из питомника В двух метрах растет еще одно дерево Мало того, что оно другое Всего в двух метрах Так оно еще другой вид вообще А пока ничего У меня за все годы Дважды абрикосы задавили яблони Но тут уж пришлось Выпиливать яблони Прекратили рост Начали болеть Полное небо полностью было закрыто Соседними абрикосами Вот А пока мне говорят Куда-то густо Черт мы с ним Пока ветки беру Урожай предельное Че мне это Переживать-то Ну подожду потом Ну уж Если увидишь, что совсем один задавил другой Тогда уж возьму топор Ну сколько они мне веток подарили Сколько они плодов подарили Сейчас увидите ближе Вот так То есть сам принцип Теперь Возьмем, друзья, литературу Вот А литература что говорит Вот это мой сад, кстати Вот Литература что говорит Значит Стандартная Ну и речь, конечно, идет О высокорослых Не о кустарниках Не о карликах Вот Самые встречаются цифры Садить Между рядях И между ними Примерно так Ну примерно Допустим Пять метров между ними А в междурядях Шесть Так это еще не все Есть цифры шесть Тире восемь Почему Ну Где-то я читал Я верю авторам Многим В те годы Мало брали Что, допустим Антоновка дает Полтонный яблок Там старое Как дерево Вот А мне такие старые Не встречались И полтонные Не встречались Но что-то близкое К этому было Действительно Занимает громадную площадь Особенно когда Все раскроется Там Все ветки Расползлись В разные стороны Урожай предельный Вот Нижние вообще На земле лежат Огромные уже Ну действительно Шесть-восемь Но это для Европы А я живу в Сибири Предельный урожай Давайте смотреть Вот это вот Одно из сотен фото Поняли Средним здесь Два-три метра Почему? Бывший питомник Вот Вот это вот Когда мы взяли Уже чистый участок Для меня это был праздник Значит Вначале был праздник И вот это все было засажено Если вы видели Если вы видели Трехлетние абрикосы Неимоверной высоты А вы видели В фильмах Вы видели В фотографиях Возвращаться не буду Так То казалось бы Идеал достигнут Здесь Три на три На три На три На три На три Ну гуще уже Рука не поднялась Хотя хотелось лишнее А жижи? А вот сейчас дойдем до жижи А здесь еще Сергей взял Все питомника Это Все засадил саженцами И когда саженцы Подросли Смотрю я А этому Допустим Саженцу Два года А рядом вырос Однолетка А она мощнее Вот это двухлетки Почему? Правильно Потому что Этот Который питомник Вырос на месте Его никто еще С лопатой не подходил Так Семечка Годом раньше Была посажена И никто не подходил А этот Пересаженный Начал Сильно отсылать От рост И теперь у меня Все эта красота Нарушена Теперь у меня Значит Я В ленточке висят Что вот эти вот Не трогать Которые между рядами Нарушена Планировка Все Плевать Тут У меня даже есть Две фаины Между ними Все метр Я говорю Сережа Оставляем обе Нам ветки нужны Нужны Придет На пят Нет На десятом Пятнадцатом году Начнут давить друг друга Вот там и разберемся Нам не до красоты Эффективность Заключается в следующем Идем дальше Ну ладно Этот снимок тоже Это тот же принцип Здесь растут все подряд Яблони Груши Сливы Абрикосы И черешня И эта черешня Это самая брянская розовая Которая и сейчас растет Я не стал ее трогать Не стал Тут Это все убиралось 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 Почему Удачный Вот У меня еще были Но это был самый удачный Ну представьте себе Что ему тоже пять месяцев Как вам Это говорит о максимальном здоровье А тут вокруг все Поубиралось Попродавалось Вот И теперь она Это Горда И тут кстати еще две Вот И плодоносит Вот Вот эту фотографию я сделал В пригороде Савиногорска Ну не выдержал Ну Здорово Замечательно Вот тебе и этот самый Хоть специальную траву не садили Ну Покосы Покосы Вот Здесь примерно пять на пять Это просто еще вариант Ну Какую цифру вам поставить А вот здесь вот Знаете сколько Надо было ниже фотографировать Но я фотографировал почки Это груши культурные Между ними вообще два метра Где два Где даже полтора Здесь целый такой азис из них Цель была не Вот так вот Хотя Это лучше А с другой стороны Знаете как опыление важно Внимание А вот еще Вот то что мы видели Там да Вот тот ровненький Красивый участок Теперь мы смотрим На него Где-то Это Все они были посажены Моими руками То есть Ну как Однолетками Вот они так выглядят В середине лета Вот это Полив Я про него рассказывал Душарко Смывать все Ну тут главное видно Планировку Вот И вот здесь уже Вот эти абрикосы Да Вторая половина там абрикосы У них уже кроны Сомкнулись Между ними Три метра И мощные деревья Я показывал На третьем И четвертом Году жизни Вот Весной им только Четыре года исполнится Посадка Пятнадцатого года Теперь внимание Самый Это тоже Полезнейший совет Мне все время Когда я говорю Да Садите гуще Садите гуще На меня смотрят С подозрением Ага Навязывает лишнее там А не хочется А зачем мне так много А у меня У меня были случаи Когда заказывали Люди не знали Про фасовку мою Про требования мои Три косточки В таких случаях Было несколько Две косточки И даже было Одно письмо Пришло Пришлите одну косточку Вопрос тех Кто три косточки Говорит Мне больше Тех деревьев не надо Клянусь вам Если речь идет О вишнях Черешнях Мало Вот это вот У меня особый оазис Где есть жадность Я же теснился тогда На 11 сотках Ну отнимите дом И прочее Да еще грядки Да еще теща Которая меня Это Живьем съедала Из-за грядок Получалось я Здесь у меня расстояние Между А этими Тут у меня так Слива Ну видели фотографии Вишня там степная За ней три Привитые Ну тогда Это старый снимок Мощнейшие эти Культурные Привитые на вишню Сибирскую Штамбовую Привез с Украины Культурные вишни И там еще пошли Вот они еще пошли Это уже отдельное А вот видите Вот видите Этот дом В этой же компании Вот это вот дерево Входит Посмотрите И только тогда Мне удалось добиться Урожайности Кто кого опыляет Кто с кем Вступил Так сказать Половой связи Я понятия не имею Тут уже вот Подрастает вот сбоку Третий год Уже цветет Это Отводок Видите Вот он Ну в других снимках Есть более яркие А этот удался тем Что вся эта куча Плодоносит так Что Ну слов нет Уже когда заканчиваем Сбор Приезжают Да можно собирать Да собирайте Да вы сами видели В других фильмах Вот что значит Густая съемка Именно для Вишен Черешин Которая Черешни так Как на грани выживания Это Сибирь И не каждый год Даже почки Выдерживает морозы Хотя привиты На этих Вот И вот А и тут же рядом Еще у меня Это Вот она Недалеке Еще вот это Окультуренная Недалеке Тоже помогает Окультуренная Я рассказывал Там На привал Черешни Они погибли Вишня укрупнилась Согласны Нет Что это уже Не кислятина Вот И главное Все это в сумме Только дает урожай И вот Что я должен делать С товарищем Вот Я специально Показываю еще раз Вот Первый Это ко мне такой А вы знаете Я в двух случаях Не знаю что говорить Вот один случай такой Какие цифры ставить От двух до восьми Я живу Где эти же абрикосы Вырастают в два-три раза выше И пошире И в два-три раза шире Да Вот Теперь Специально говорю Яблони Абрикосы с яблонами Это разновидовые Они Казалось бы Антагонисты Ну вспоминаем Теперь Мой 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 учебу И мой совет Как они сидели У меня Ну Примерно Вы представляете Что такое питомник Вроде должны быть Ну как Между рядами Восемь сантиметров Так На одном ряду растут яблони На другом Вот как здесь Здесь абрикос И там Две-три На участке На небольшом Две-три яблони Остаются навсегда Абрикосы Остаются навсегда Две-три Остальные Продаются Или переносятся Вот как На том снимке Прикупили землю Вот А Реально Там между ними Караул Не 6-8 метров А метр 2 И такое есть Я вам показывал Ну Вебинаров 15 Это еще Это даже не Половина То, что я должен Рассказать Это пока Процентов 10-15 Если по большому счету А те кто видел Фильмы предыдущие Вот Ну видели Я говорил Как Летит Это самое А кто летит Летит Тля С крылышками Зря мы грешим На это Их сделали Этими Вредителями Муравьев Защитников сада А летит Крылышками Она летит И прямо летит К этому Чтобы сесть На явный Бах А перед ней Абрикос Абрикосы Они на дух Не переносят Где-то говорят Есть ли абрикосы Где-то есть ли Это Грушевая Нет у меня тлинь Сейчас Получается так Мне прислали ролик Я его открыл Я не могу все показать Просто поверьте на слово А нет Я вам потом покажу фотографию Прямо с ролика Но это чуть ниже В общем Сама идея Я это назвал Крепостью То есть Смешанный сад Это Максимальная защита Ну Как это объяснить Когда Допустим Это Рада быть Ля А перед ней Абрикос А и все Она облетела Абрикосы И яблоню Которые рядышком Вот А антагонизма Особо не заметил Кроме одного Нет антагонизма Кроме того Что один другого Закрывает солнце Ну там уж Извините Я Пока она закроет солнце Пока Абрикосы Которые более живуч Даже яблоня Ну из-за роста Ну опережает по росту Не потому что Он крепче на мороз Или на жизнестойкость А просто Мощнее Да Прежде чем он Закроет яблонь Он еще дохнуть Я с этой яблоней Сотню черенков возьму Вот Сотню килограмм яблок А потом Хоть трава не расти Я уж так Цинично Вот и попробуем И что пишем Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Два Это в моем саду Может быть Восемь Это Вполне серьезная Литература Я не спорю Где громадные деревья Вырастают Вот Так Идем дальше Видели мы это Увидели Густые посадки Ну по крайней мере это Сопыление Вопрос у меня решен Вот Вопрос решен Вопрос решен Смотрим дальше Ну и что И место экономится А Выбрал фотографию Самая разлапистая Моя Это молодое дерево Он лет 12 Растет на гравии Здесь чистый гравий Так получилось Ну это же когда-то Стройка была Ничего Ямку Выковырял Чуть-то не кайлом Вот Ямка небольшая С ведра Вот Посадил туда Молоденький саженец Из питомника Прямо Волочная вишня Ну прошло 10-12 лет Урожай И вот она Это Как-то Страшный сон Тех кто Учит что Вот отсюда Вот видите где Хурсур Что вот отсюда Должна начинаться Я дурею Когда я смотрю На этих Феек Которая в телеканале Вобер Ходит под грушей Несчастная Вся изувечина Она ее красит Она ее белит Она ее моет Ой А уходит Не согнувшись Вот Ну остальное Походу Я уже Зриться перестал Потому что У меня не хватает Нервов злиться Вот Вот страшный сон Их Ну Да Несколько Сумасшедших урожаев Она Ветки уже На земле лежат Да еще На гравии растет Да еще Какие вкусные Плоды У меня же Каждую осень Люди Выглядывают оттуда Они Половина не собрана Может собрать Да ради бога Лишь бы не пропала Так